К жителям Владимира, потерявшим близкого, приходят первыми не полицейские медики, а похоронные агенты. Этих историй в последнее время становится всё больше. О них мы неоднократно рассказывали в эфире. И вот последние случаи. Правда, люди не готовы показывать лиц, опасаются последствий. Мало того, что смерть близкого стала для них трагедией, ещё и наглое поведение похоронщиков добавило стресса. В апреле Юлия Кочеткова потеряла своего отца. После того, как родному человеку стало плохо, она позвонила 03. По приезду бригада скорой помощи констатировала смерть. Промежутки между, ну вот как уехала скорая и приехала полиция, вот в это время мы как бы позвонили с ритуальным агентством и предложили свои услуги. Вы лично не обращались к ритуальным агентствам? Нет. То есть они на вас вышли? В ритуальное агентство я не звонила, потому что мне было на тот момент не до того. Юлия Кочеткова такая не одна. В том же апреле свою мать похоронил Денис. Медики на констатацию смерти даже не приезжали. Утечка информации произошла от полицейских, предполагает он. Звонил в милицию, там мне были заданы ряд базовых вопросов. Я ответил на них, они сказали, что придет участковый. Буквально через 15 минут звонил в дверь, на пороге стоял мужчина в гражданке. И представился, что он является похоронным агентом. Об этих случаях мы сообщили и в полицию, и в департамент здравоохранения. Еще в начале года представители этой сферы услуг обратились к властям с открытым письмом. В частности, в нем были претензии к конкретному игроку, который, по мнению большинства компаний, просто монополизировал данный рынок. Речь идет о Бюро ритуальных услуг, сокращенно БРУ. Такая монополия не только противозаконна, но очень дорого обходится родственникам умершего. За услуги по организации похорон в БРУ берут большие суммы, чем в любом другом агентстве. По факту, когда человек проплачивает аванс, он приезжает в другую фирму и говорит, а почему у вас дешевле? Потому что цены такие, установленные. Я дороже заплатил. Разрыв цен большой, причем приличная сумма, я бы сказала, от 10-15 тысяч до 20. По словам руководителей ритуальных компаний, именно похоронные агенты БРУ раньше всех появляются на пороге родственников умершего. Кроме того, лечебные учреждения заключают договора исключительно с данной фирмой на перевозку трупов. Хотя делать они это должны собственными силами. После открытого обращения по приказу главного врача региона Александра Кирюхина, больницы расторгли отношения с Бюро ритуальных услуг. Тем не менее, они продолжают курировать эту сферу, заявляют представители конкурирующих организаций. В начале мая Алексей Ясяков долгое время не мог забрать тело покойного из морга БСП. Только подумайте, не могли найти ключ от двери? Ключ находится у представителя Бюро ритуальных услуг Турицкого. Обычной частной компании. Распоряжение Кирюхина я вообще не знаю, как расценивать. Распоряжение Кирюхина вносить? Чтобы там ни одного ритуала не было. Почему ключ от этого государственного учреждения находится в руках у частной компании? Проблемы с выдачей тел покойных у представителей всех ритуальных компаний, видимо, кроме БРУ, то и дело возникают и в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы. 10 мая Марина Ерофеева занималась оформлением документов на похороны полковника. За сутки до похорон ей не выдавали справку, а значит и тело забрать было невозможно. Я обратилась, когда позвонила, мне очень нужна эта справка сегодня, потому что у меня завтра похороны хоронят полковника. И мне сказали, да хоть генерал, у нас завал. Однако после вмешательства средств в массовую информацию эксперты все-таки поторопились. Похороны состоялись в намеченный срок. Вскрытий сегодня действительно много, поэтому времени идет. Небольшая задержка, но сегодня скоро мы все. В двум часам? Сегодня мы можем повезти. В рамках павловича, да, да, да. Вскрытие еще идет. Согласно федеральному закону, свидетельство о смерти выдается в течение трех суток с момента установления причины смерти, говорит руководитель бюро. По словам Александра Семенова, задержки бывают за редким исключением. Зашиваются эксперты. За прошлый год они вскрыли 11 тысяч трупов. При этом кадровая наполняемость госучреждения не более 30%. По документам разрешается в течение трех суток выдавать. Мы делаем это в течение суток. Вот, пожалуйста, журналы принесли. Можем по журналам все вам показать, что тело поступило, на следующий день скрыто все выдано. Однако в бюро не все так гладко, как кажется на первый взгляд. До недавнего времени сотрудники судмедэкспертизы вообще занимались оказанием платных услуг. Бальзамирование, восстановление внешнего вида, санитарная обработка. Зарабатывало госучреждение, как могло. Однако после проверки федеральная антимонопольная служба запретила им этим заниматься. В ходе проверки было установлено, что учреждение оказывает ритуальные услуги. Когда государственное учреждение с таким административным ресурсом выходит на рынок, оно, безусловно, имеет конкурентное преимущество перед другими участниками рынка. Но это еще не все. Заместитель начальника судмедэкспертизы Владислав Смирнов не так давно оказался под судом и признан виновным в посредничестве в передаче взятки. В суде было установлено, что в 2008 году инспектор безопасности дорожного движения УВД по Владимирской области Сергеев через посредника судебно-медицинского эксперта Бюро судебно-медицинской экспертизы Смирнова получил незаконное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Смирнов получил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Видимо, тот факт, что Смирнов продолжает быть одним из руководителей судмедэкспертизы, департамент здравоохранения не смущает. Сам же начальник Александр Семенов говорит, что бюро с ритуальными компаниями не работает. Вот только после того, как мы договорились с Семеновым об интервью, нам в редакцию тут же позвонили представители компаний БРУ и поинтересовались, о чем же пойдет речь. Но это информация открытая вообще-то была. Я собрал всех сотрудников, сказал, что придут. Вчера собрал их, сказал, что придут, будьте готовы показать отделение и так далее. Но это самое бюро ритуальных услуг сотрудничает, видимо, не только с судмедэкспертами, рассказывают представители рынка. Когда к родственникам умершего приезжают не медики, а участковый, у него могут оказаться бланки направлений с рекламой и телефонами БРУ на обратной стороне. В нашем распоряжении оказались эти бумаги. Тут и 2015 год, и свежие с 2017 года. Мы отправили официальный запрос в пресс-службы региональной полиции. Вот только никакой проверки там проводить не стали. На наши вопросы ответили письменно. В управлении МВД России по городу Владимиру бланки направлений трупов граждан в морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы, отпечатанной типографским способом, отсутствуют. Указанные бланки целенаправленно не заказывались и не отпечатывались для городского МВД. То есть участковые могут писать на чем угодно, и руководство областной полиции это, видимо, не интересует. А вот и то самое бюро ритуальных услуг. Располагается компанией на улице Урицкого. По словам руководителя, в монополии их обвиняют не первый год. Вот только доказать никто ничего не может. Что же касается реактивных агентов и получения ими информации от медиков или полицейских, то все это домыслы и слухи. Все эти дела, они по мне не находят подтверждение. То есть когда начинают это дело рассматривать уже органы определенные, то почему-то люди уже начинают говорить о том, что они не имеют отношения к этим похоронам. Выясняется, что родственники умершего совсем другие люди, что агент заключал договор совершенно с другим человеком. Предполагаете, что нам левую информацию закидывают, да? Ну и конечно, конечно. Но факты этого не подтверждены. Проблема утечки данных об умершем похоронным агентам – проблема всероссийского масштаба. Однако решить ее можно и на уровне региона. К примеру, в Ульяновской области разработана нормативная база для реализации антикоррупционной деятельности в больницах и поликлиниках. Принят областной закон о противодействии коррупции в медучреждениях. Во всю работает Институт Уполномоченного по противодействию коррупции. Во-первых, скорая помощь ввела приказом запрет на использование сотовых телефонов. Во-вторых, будет разработана Министерством памятка в помощь близким, в которой в краткой форме, без использования рекламы, будет описан алгоритм действий при утере близкого человека. Также там будет указано, что нельзя соглашаться на предложение тех агентов, которые стучатся к вам в дверь, потому что их услуги будут заочно завышены. Помимо этого, жителям Ульяновской области разъясняют, за какие услуги они не должны платить. В местном бюро судебно-медицинской экспертизы расположен соответствующий стенд. А в каждом городе находится специальный ящик для обращения граждан. Таким образом, до министерства регулярно доходит информация. В регионе создана ассоциация похоронных компаний, представители которой регулярно встречаются с властями и обсуждают насущные проблемы. Нам хочется диалога со здравоохранением. Мы прекрасно понимаем, что конфликт интересов, который на сегодняшний день происходит, он стоит на грани. Где начинаются у нас ритуальные услуги? Где у нас заканчиваются медицинские услуги? Вот эта небольшая, она очень тонкая черта, вот на сегодняшний день, она у нас не регламентирована. Очень хочется, чтобы здравоохранение нас услышало, и в конце концов, может быть, образовался круглый стол, как это делается в других регионах. И были бы найдены точки соприкосновения и пути решения наших вопросов. Но, видимо, у департамента здравоохранения другая позиция. Александр Кирюхин считает, что его управление работает не хуже Ульяновского министерства. Нормативно-правовая база разработана. Руки сотрудникам скорой помощи связывать не надо. А информировать граждан, что делать и как быть в случае смерти родного человека, задача не его ведомства. Довести, может быть, надо. Кто будет доводить? Ну, наверное, может быть, органы местного самоуправления этот вопрос должны пререшать. Вы считаете, что это функция медицинского работника, рассказывать о похоронном деле, где и как хоронить, и в каком виде, и куда вызывать? Функция органов местного самоуправления? Это функция органов местного самоуправления. Выходят, ни медики, ни полицейские не видят проблем и коррупционных составляющих в сложившейся ситуации. Или видеть не хотят, в силу своих интересов. И, похоже, жители Владимира так и будут переплачивать определенным своим компаниям. А после смерти близкого человека открывать дверь сначала похоронному агенту, а уж потом людям в халатах или форме. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.